Давайте начнем со стандартной процедуры, да, назовем ее так. Напишите, пожалуйста, в чате, как хорошо вы меня видите и слышите. Если хорошо видите и слышите, поставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично. Отлично. Если вдруг будут перебои со звуками, вы мне сразу же пишите, да, будем это мониторить. Итак, еще раз вас приветствую на нашем вебинаре-тренинге, который посвящен развитию онлайн-навыков успешного лидера. Те, кто меня не знает, разрешите представиться. Меня зовут Марина Михеева, я региональный менеджер по продажам. У нас каждый каталог, каждую вторую неделю каталога у нас проходит цикл вебинаров, которые посвящены именно развитию лидерства онлайн. То есть основные приемы, фишки, методы, да, которые можно использовать для своей работы ежедневной, в первую очередь, для того, чтобы это было комфортно, для того, чтобы это было результатно, в первую очередь. И сегодня у нас с вами очень интересная тема, я думаю, вы поняли это уже из самого названия, основы мобилографии для социальных сетей. Почему именно мобилография? Мобилографию можно называть таким отдельным, да, жанром искусства. Почему? У нас всех с вами есть мобильный телефон, да, и мы даже не задумываемся, сколько раз в течение дня мы его достаем, смотрим пропущенные вызовы, общаемся с партнерами, с друзьями, с родственниками, постоянно делаем селфи, фото всевозможные. И мы никогда не задумываемся о том, что это также может служить классным таким, да, привлекающим инструментом для того, чтобы качественно наполнить свой контент. Контент для тех, кто, может быть, первый раз подключился, для тех, кто, может быть, не знает. Качественный контент – это, скажем так, это ваше второе я в социальной сети. То есть он отображает, насколько активны вы в повседневной жизни, неважно, будет это работа, будет это ваша личная жизнь, и то, насколько качественны эти видеофотографии, посты, которые вы выкладываете, насколько они оцениваются вашими подписчиками, да, фолловерами, мы их ранее называли. Кто-то был на предыдущих курсах, помнит. Поэтому мы сегодня будем с вами знакомиться. Возможно, для кого-то будет это открытие новым, возможно, кто-то почерпнет для себя что-нибудь новенькое, что раньше не делал, никогда, может быть, даже не задумывался, что это можно использовать. Если по ходу у вас будут возникать вопросы, фиксируйте, пожалуйста, себе отдельно. В конце тренинга вебинара я вам дам ответы, у кого будут вопросы по данной теме. Поэтому давайте начнем с вами. Итак, мобилография, да, как я уже сказала, это новый жанр фотоискусства. Почему? Потому что, опять-таки, каждый день мы с вами, да, фотографируем, выкладываем качественные фотографии, и нам очень важно, да, понимать, насколько они ценятся нашими подписчиками. И в современном мире фотография, она окружает нас повсеместно. Социальные сети, да, Инстаграм, фотосайты, и всевозможные программы, которые используются. И коммуникации, они постоянно нас провоцируют выложить новую фотографию, да, сделать селфи, сразу же моментально это выложить в социальную сеть, либо к себе на страничку. И нас принадлежит к этому быстро обмениваться сообщениями и фото. Поэтому сегодня именно к фотографическому искусству могут приобщиться все желающие. Примером этого может служить совершенно новый жанр фотоискусства, да, под названием мобилография, как сегодняшняя наша тема вебинара, который появляется, да, сейчас развивается, и появился, на самом деле, относительно недавно. Мобилография создала совершенно новую среду, абсолютно новую, в которой общение происходит посредством именно снимков, только фотографий, снимки, которые, в принципе, передают ваш образ жизни, да, где вы сейчас находите, что вы сейчас делаете, в ком сейчас настроении, и в которой именно среда, да, в которой происходит общение происходит, именно она состоит из снимков, которые делаете вы с помощью камер мобильного телефона, неважно, пусть это будет цифровая камера, потом обрабатываете, скидываете на телефон, и опять-таки постите ее. И таким образом человек может легко и весело показать другим людям то, что интересно именно ему. Мобилография – это разновидность фотографий, где, в частности, инструмент, самим инструментом, да, является электронный прибор, ну, допустим, тот же телефон, планшет, цифровая камера, но в основном, конечно, будем говорить о телефоне, который у нас постоянно с вами в сумке, в кармане, да, который у нас есть быстрый доступ. И первоначально он не был, телефон, да, не был предназначен именно для профессиональной фотосъемки. Появилась мобилография сама собой, да, и вместе именно с первыми мобильными телефонами, да, в которых была мобильная камера. Мобилография имеет очень много общего с ломографией. Давайте поговорим, что это вообще откуда взялась мобилография, откуда идет исток. И у мобилографии очень много общего с ломографией. Это стиль съемок, называется «от бедра». Возможно, кто-то не знает. На самом деле, когда я знакомилась с историей создания мобилографии, для меня тоже было, на самом деле, открытием, мне было интересно. Ломографию придумали двое студентов Венской Академии Искусств в 1993 году. Они делали снимки из разных нелепых положений, абсолютно всевозможные. Мы можем наблюдать это в Инстаграме, в социальных сетях, когда фотографии происходят абсолютно с разных ракурсов, сверху, снизу, сбоку, в прыжке. И как раз именно из этих нелепых положений, держав фотоаппарат под необычными углами. Благодаря таким необычным ракурсам снимки получались, они, конечно, смазаны, потому что на то время еще не было таких качественных фотоприборов. Но в то же время они были удивительно живыми. Почему? Потому что они несли в себе в первую очередь эмоции, потому что этим двум студентам было интересно, это что-то новое. И эти все снимки передавали именно их эмоции. Белография, она как раз позаимствовала отсюда главное. Это самое главное, это стремление увидеть и започтить как можно больше ярких живых фотографий, которые будут передавать стиль жизни. О чем хотелось бы больше всего сказать? Для того, что неважно, насколько четкими, правильными будут фотографии, главное, что они будут передавать эмоции в первую очередь, и то, что вы хотите сказать. Наоборот, смазанные как раз нечеткие кадры, они только добавляют изображение чувственности. И видно, что человек делал их с каким-то определенным настроением, и он хотел что-то определенное передать. Вот как раз и мобилография, она предназначена именно для вот такого вот направления. Время как раз низкопробных снимков, фотографий, да, и скопированных картинок, которым обычно забиваем в Google Google информацию. У нас есть раздел «Картинки». Вот, и как раз раньше можно было наблюдать такую вот бум-эпоху, когда вот такие вот картинки, они копировались на социальной сети, в профиль социальных сетей, они выкладывались абсолютно везде. Их можно было буквально узнать. И, в принципе, понимая, что человек не сделал ничего такого личностного, никакого вклада, он просто сделал «Контрол-С», «Контрол-В», скопировал эту картинку, собственно, и все. Этим был наполнен контент. И как раз вот такое вот качество передачи в формате, да, контент, как мы уже с вами сказали, он немалимо уходит в прошлое. Потребители становятся все избирательнее, да, и становятся более интереснее, более правильным выбирать им на живые фотографии. И как раз выигрывают именно те, кто соблюдает основополагающие правила по наполнению контентом своих аккаунтов в соцсетях. Какие именно главное? Это золотая формула контента. Это живой, уникальный контент в первую очередь, да, который будет передавать не только какие-то вот застрогие, сухие фотографии, либо просто какую-то красивую картинку, а будут передавать именно ваше настроение, да, ваш стиль жизни. В первую очередь, никогда не будьте скучными, развлекайте и творите, не бойтесь показаться смешными, да, в каких-то своих снимках. Обязательно учитывайте обратную связь, неважно, какая она будет. Так, прошу прощения, я остановлюсь, сейчас не пишу в чате, что не слышно. Скажите, только у Людмилы, возможно, кто-то еще меня не слышит. Напишите, пожалуйста, в чате, вы меня слышите? Все отлично. Людмила, проверьте, пожалуйста, динамики в настройках у себя. Возможно, когда включалась презентация, когда я подключалась, должно было всплыть такое окно. Докладчик включил встроенную конференцию со звуком. Нажмите ОК. Примите это соглашение, у вас должен появиться звук. Отлично, слышно. Давайте будем продолжать. И один из основных пунктов, да, это живой, уникальный контент, который проще и выгоднее всего создавать самостоятельно. Почему самостоятельно? Потому что это ваше видение в первую очередь. В первую очередь видение вашего бизнеса, вашего стиля жизни, да. Ведь мы говорим, что Арифлейм – это стиль жизни. И вы с помощью вашего контента, вы должны передать ваши качества жизни, то, что вы хотите донести, да, вашим подписчикам. И для создания графических изображений для этого вполне подойдет ваш смартфон. Не обязательно иметь суперкамеру, да, с кучей объективами, линзами, покупать дорогущее. Как раз на сегодняшнем вебинаре вы узнаете, как можно с помощью камеры сделать очень крутые снимки, и при этом, ну, скажем так, потратив, да, по минимуму денег. Если, конечно, у вас есть желание сделать суперкачественные фотографии, мы об этом тоже поговорим и озвучим. Но, тем не менее, и при соблюдении вот всех этих рекомендаций, которые мы сегодня проговорим, вы узнаете, как именно качественно создать свой контент с помощью фотографии. Так, прошу прощения. Итак, хорошая камера не гарантирует хороший снимок. Почему? С тех пор, как мобилография, она окончательно оборвалась, мировое сообщество именно оборвалась, уже прошло добрый десяток лет, на самом деле. Пусть мы говорим, что это относительно недавнее, да, направление в искусстве, ну, уже несколько десяток лет, поскольку камеры мобильных телефонов уже есть давно, да, и социальные сети тоже уже у нас не первый год. Но даже сейчас совсем нетрудно увидеть разительное, да, отличие между снимком и именно со смартфона, да, камерафона, который был в руках у профессионального мобилографа, да, будем их так называть, и аналогичным снимкам обычного смертного человека, да. Ну, давайте будем говорить так. То есть, когда мы смотрим фотографии, мы реально видим, да, качество снимка и насколько было вкусно, да, подана сама фотография. Порой может даже не повериться в то, что у профессионала используют обычный мобильный телефон. Хотя поначалу может показаться то, что фотограф только от фотографа отжидается, да, чтобы выбрать подходящий момент и вовремя нажать на кнопку затвора. Но мобилография и вправду имеет свои особенности. Вот мы сейчас о них поговорим. И если вы не будете их учитывать, да, довольно сложно получить хорошие кадры, не говоря уже о шедевре, да, когда мы иногда там листаем фотографии. Действительно, можно вот чисто случайно сделать очень крутой снимок. Поэтому давайте обратим внимание на несколько простых советов, да, следуя которым каждый сможет грамотно сделать свои первые шаги в мобилографии. Итак, мы с вами видим пример, да, снимков, которые мы можем, в принципе, я с этим тоже сталкивалась, когда у меня был мой первый мобильный телефон, когда я делала эти первые фотографии. Здесь были солнечные блики там, либо еще что-то. Ну, иногда было вроде бы и прикольно, но теперь, когда ты смотришь качественные фотографии, ты понимаешь, ну, блин, ну, это, наверное, все-таки, наверное, не то. И нужно что-то с этим делать. Итак, одна из основных проблем встроенных камер любого смартфона, абсолютно любого, будь у вас самый крутой телефон в последней модели, либо у вас будет самый обычный телефон с обычной камерой. Это низкое качество съемки при недостаточном освещении. Чтобы исправить это и не оставлять на фотографии мрачные объекты, вам придется приложить немного усилий. Сейчас на слайде вы видите четыре, да, примера, как можно вообще делать селфи, как можно делать фотографии. Конечно же, нет ничего лучше натурального освещения. Почему именно натуральное? Потому что, когда вы снимаете на камеру, возможно, вы обращали внимание, что при дневном освещении, да, если это не какое-то помещение, да, где искусственный свет, если вы фотографируетесь на солнце, если выбрать правильный ракурс, фотографии получаются очень качественными, да, нет смазанности, нет таких вот таких непонятных смазанных пикселей. В процессе вы должны повернуться обязательно, когда вы делаете фотографию при натуральном освещении, но, допустим, когда будет пасмурный день, да, то вряд ли он подойдет для съемки вот таких вот фотографий. Вот, и вам понадобится дополнительный источник света. В процессе вы должны повернуться спиной к источнику света обязательно, да, а объект, наоборот, должен быть направлен к свету, то есть, допустим, вы, да, то есть камера у вас должна быть направлена на вас, а солнце, если, да, вы фотографируете на улице, то есть он должен быть сзади. Это, на самом деле, самый простой пример, я думаю, все вы его знаете. Вот, если вы снимаете, к примеру, в помещении, направьте источник света на объекты, которые вы собрались фотографировать. Обязательно уберите их подальше от стен и окон, чтобы не было каких-то дополнительных, да, бликов и освещения. Свет должен быть от окна обязательно. Если мы говорим об улице, то, если, допустим, тучи, да, на улице, опять-таки, пасмурно, то прямо к солнцу вам нужно повернуться обязательно. Если тучи нет, то вы уходите в тень полностью обязательно, чтобы не было каких-то дополнительных засвечиваний, и опять же, к свету вы должны повернуться. И вот на первом слайде вы видите как раз слишком яркий боковой свет, да, за объектом, то есть с окна, то есть нужно было сделать наоборот, повернуться лицом к окну, чтобы свет был, да, направлен на вас, то есть вы объект, источник, да, а камера направлена именно на вас. Второй кадр – это слишком яркий свет перед объектом и темное лице, то есть вот как раз, когда слишком много света, вы повернулись лицом к свету, да, начинаете фотографировать, и, собственно, мы видим, что вот мобильный телефон, да, тень от мобильного телефона попала на лицо, тоже фотография достаточно некачественная, поэтому, когда вы фотографируете, обратите внимание также еще и на тени. Когда вы фотографируетесь на улице, опять-таки вы видите, что источник света сзади, да, то есть она направлена напрямую в объектив, и получились вот такие вот блики. Если, конечно, вы пытаетесь добиться вот такого вот эффекта, да, с солнечными лучами, в принципе, как бы это имеет место быть. Но если мы посмотрим с вами на последнюю фотографию, да, когда у нас хороший цвет лампы, да, именно над головой, то есть у нас нет каких-то таких искривлений, да, если был бы свет там сзади, сбоку, либо спереди, то есть это, скажем так, идеальный вариант. Будьте также обязательно осторожны с ярким и боковым светом, да, и со встроенным светом. Мобильные камеры, они не слишком хорошо с ними справляются, вы рискуете получить белесые такие вот снимки с белыми пятами. На самом деле выход есть. При съемке предмета, да, ну, либо там себя, когда вы снимаете, который располагается перед источником света, необходимо воспользоваться встроенной вспышкой. Вот если она у вас есть, вы включите дополнительную опцию вспышки и сфотографируете. Тогда вы перекроете эти дополнительные источники света, и вы, как объект фотографии, вы получите здесь очень хорошо, и не будет каких-то засвечиваний, да. И как раз будет хорошее освещение, да, а контровый задний вот план, да, света создает интересный такой вот эффект. Если же вы снимаете ночью, то обязательно помните, да, что мобильное устройство должно быть максимально неподвижно, чтобы кадр не получился смазанным, и для этого нужно прислонить его к какой-либо твердой опоре. Ну, не важно, там будет стена, либо ваша рука, если вы его хорошо зафиксируете, чтобы, главное, не было дрожания. В таком случае у вас получится качественная фотография. Давайте сейчас поговорим о настройках телефона. В первую очередь все это зависит от мобильного телефона, насколько были правильно заданы настройки. Конечно же, когда вы фотографируете, обязательно вы должны учитывать освещение, которое находится в момент, которое присутствует в момент съемки. Поэтому каждый раз настройки могут отличаться, но более-менее можно задать стандартные настройки. И на телефоне вообще изначально уже выставлены заводские настройки, но чаще всего их приходится как раз менять, да, для того, чтобы получить высококачественный снимок. Конечно, если вы обладатель iPhone, да, то единственная настройка, доступная вам, это включение-выключение сетки. Мы чуть дальше поговорим о том, что это такое сетка. На самом деле я раньше ее не пользовалась, но когда более глубоко начали мы все вникать, на чего это нужно для создания данного курса, это на самом деле будет неотъемлемая часть, такая вот опция для того, чтобы создать качественную фотографию. Однако если вы пользуетесь устройством на Android или сторонним каким-либо приложением, например, на планшете, то количество настроек может вас на самом деле удивить, их может быть очень много. Но у них придется разобраться, особенно если вы хотите улучшить качество своих фото в первую очередь. Итак, первое, что нужно сделать, это проверить разрешение. Большинство смартфонов позволяют выбрать разрешение фотографии. Стоит ли говорить, что для лучшего качества должно быть максимальным? Я думаю, что это можно даже не озвучивать, вы выбираете обязательно максимальное качество фото. Второе, что нужно сделать, это включить стабилизацию изображения. Что это такое? Когда вы нажимаете на кнопку, чтобы сделать фотографию, то немного смещается телефон. Думаю, все обращали внимание, что немного телефон смещается. Также относится к дыханию и к различным непроизвольным жестам, которые также могут замылить и испортить фотографию. Поэтому стоит поискать в настройках стабилизацию изображения и включить ее. То есть, допустим, это могут быть, если это как-то английский вариант, это анти-шейк, то есть такие дрожащие руки нарисованы. То есть по максимуму фиксируется картинка. Поэтому, если вы поищите в настройках стабилизацию и включите ее, то, в принципе, смазанности фотографий можно избежать. Следующая опция – это настройки баланс белого. Что это такое? В большинстве случаев современные камеры сами определяют баланс белого. Причем достаточно неплохо. Но в ситуации с малым количеством света даже они могут напутать и превратить ваш снимок в нечто ужасное и угодно для друзей Инстаграма, но не как для качественного контента, особенно если вы приглашаете на бизнес, ну или просто повествует о том, что как классно вы живете, да. Поэтому старайтесь сделать фотографии качественными, в первую очередь. Иногда камере нужно несколько секунд, чтобы определить количество света. К примеру, если вы резко зашли с улицы в помещение или наоборот, то есть когда идет резкий контраст, резкие перепады, и дав ей при этом несколько секунд в камере, вы можете как раз уменьшить вот этот вот шанс, да, того, что фотография получится вот такая вот смазанная и, ну, некачественная, да. Следующий момент – это разумно использовать режим HDR. Что это вообще такое? HDR – это высокодианамический диапазон. Для чего он вообще нужен? На самом деле это специальный инструмент. Давайте сейчас договоримся. Мы озвучиваем сейчас как раз именно то, что по максимуму улучшит качество вашей фотографии. В любом случае вы можете настраивать это все под себя, но сейчас мы с вами проговариваем самые основные моменты, да, которые необходимо в первую очередь настроить для того, чтобы фотография была максимально качественная. HDR, да, специальный инструмент, который делает три фотографии с разным, с разным значением экспозиции, да, а потом объединяет их в одну идеальную. Скажем так, это как, ну, пробные такие вот шаги, да, в совершении фотографии. Данный режим отлично проявляет себя при плохом и неравномерном освещении. К примеру, если вы находитесь в помещении, да, и боитесь, что фотография, либо вы наблюдаете, что фотография достаточно некачественная, тогда включайте данный режим HDR. Использовать обязательно нужно кнопку громкости наушников. Для чего? Камеры многих телефонов поддерживают съемку кнопкой вот этой вот регулировки звука на наушниках. И если вы не хотите привлекать внимание к себе, снимайте как раз вот этой вот кнопкой, да, чтобы, ну, есть на главном экране кнопки, есть, то есть поищите в настройках, в любом случае есть какая-то еще дополнительная кнопка, которая позволяет именно сделать код. Вот. Это самые, скажем так, основные, да, настройки, по которым нужно, в принципе, пройтись. Если у вас iPhone, то, еще раз повторю, что там буквально только, ну, проверить одну настройку и все. Движемся дальше. Есть такой определенный момент. Я на самом деле признаюсь вам, что я за собой тоже это наблюдала. Бывает, я делаю фотографию, я понимаю, что она какая-то, ну, я понимаю, я знаю точно, что у меня телефон снимает хорошо достаточно, но что-то, какая-то фотография нечеткая. Обращайте внимание на вашу линзу. Протерив линзу перед съемкой, вы избавьте себя от фотографий с малозаметными, но неприятными пятнами и точками. Бывает такое, что сфотографировали непонятно откуда вообще, что-то, какие-то мушки, точки, какие-то пятнышки, непонятные разводы. На самом деле, это самая банальная причина, это ваша линза. И в то время как линзы обычных камер, они защищены от случайного взаимодействия, да, благодаря специальным чехлам, которые можно, да, одеть, либо линза спрятана в сам зум, да, который выезжает, если мы говорим о камерах. Но на телефоне этого нет. Если вы куда-то положили на какую-то грязную поверхность, да, то линза имеет свойство вмазываться. И за ней нужно следить в первую очередь. Поэтому, в первую очередь, это следы от пальцев. Вы взяли телефон, вы даже, ну, вы не обращаете внимания, вы не контролируете то, что вы можете просто пальцем случайно прикоснуться к линзе и оставить след. И, собственно, вот такие вот следы, они портят качество фотографии. Протрите объектив, неважно, чем, рукавом, футболка, специальная тряпочка, если она у вас есть. Еще, кстати, очень классно подходят такие вот тряпочки. Вот у кого есть очки, неважно, солнцезащитные, либо для зрения, специальные вот такие вот тряпочки, они как раз именно для протирки линз служат. Вот это тоже отличный будет такой вот инструмент. Только обязательно не трите пальцем, потому что пальцем вы сделаете еще хуже, и будут обязательно какие-нибудь разводы. Вот, и вот, собственно, удаляете грязь с вашей линзы объектива, и сразу же моментально получается качественная фотография. Вы можете даже проэкспериментировать сразу же после вебинара и увидите, насколько разве могут быть эти фотографии. Встроенная вспышка. Для чего она вообще надо? Иногда мы можем пользоваться встроенной вспышкой, особенно если мы снимаем в темное время суток, но иногда не стоит пренебрегать использовать ее при дневном освещении. Встроенная вспышка мобильного телефона отличается малой мощностью, да? Ну, это, я думаю, мы все знаем. Поэтому пользоваться ей бессмысленно на большом расстоянии. То есть, если вы просите, чтобы вас кто-то сфотографировал, то на большом расстоянии, в принципе, она не сыграет никакой роли. А на очень близком она может, наоборот, засветить слишком сильно объект, фотография будет слишком белая, просто обычное такое огромное большое пятно. В свою очередь, это создает большие проблемы при обработке изображения в графическом редакторе, если у вас установлен, да, редактор на телефоне, если вы хотите такую фотографию отредактировать. Я вас не хочу расстраивать, но такую фотографию вы не отредактируете. Если только, ну, она будет какая-то, ну, реально прикольно получится, вы захотите ее выложить в социальную сеть. Хорошее освещение, это в первую очередь того, это залог, что фотография не получится слишком темной, да? При этом следует избегать чрезмерного освещения обязательно, потому что динамический диапазон, сейчас я буду говорить очень умные такие вещи, динамический диапазон встроенной матрицы, матрица, она, кажется, отвечает за вот это качество фотографии. Она по сравнению с полноценной фотографией, фотокамерой, прошу прощения, она ограничена, да? Это жалко, что при недостатке или избытке освещения, да, получень, может отобриться грубо и вообще просто отсутствовать. То есть давайте так вот, простыми словами, вспышку нужно использовать, скажем так, грамотно, да, не использовать ее, особенно если вы пользуетесь с телефоном, мобильным, не использовать ее слишком далеко и слишком близко. Пробуйте несколько, сделайте несколько таких пробных фото, да, чтобы вы поняли это именно идеальное расстояние, да, при котором фотография получится более-менее нормальной. Помните, да, что если после включения доступного освещения вам все еще мало света, вы можете использовать любые подручные средства. Это свет из окна, от монитора, возможно, там, в фонаре какой-то используется, то есть любой дополнительный источник света, который будет направлен на любую отражающую поверхность, которая способна просто рассеять свет. Это может быть зеркало, что еще такого, ну, из подручного, да, это может быть зеркало, либо тот же монитор. Иногда можно сэкономить на свете, если сократить расстояние до объекта съемки, либо изменить положение или угол наклон камеры. Тоже, кстати, будет довольно интересно смотреться. И, конечно, не будет лишним, если вы подберете нужный режим для съемки, день либо ночь, если позволяет это ваша камера. Большинство фотографов рекомендуют вообще отключить вспышку на смартфоне, использовать ее только как фонарик. На самом деле, я больше чем уверена, что тут, там, большая часть из вас, в принципе, не используют вспышку, действительно, потому что фотографии, действительно, не слишком качественные получаются. Но если у вас все-таки, еще раз повторюсь, если вы снимаете в темное время суток, ее можно использовать действительно. Если у вас возникла ситуация, в которой вы сомневаетесь, нужна ли вообще вспышка, то лучшим выбором будет снять просто две фотографии. Одно со вспышкой, как показано на слайде, другую без вспышки, тогда вы выберете ту наилучшую фотографию, которую вы сможете уже редактировать, да, и выкладывать в социальную сеть. Возможно, что фото, которое снято при недостаточном освещении после дополнительной обработки в редакторе, будет смотреться, ну, выигрышнее гораздо, да, чем аналогичное фото, которое сделано с использованием вспышки. Поэтому еще раз практика, практика, еще раз практика. Смотрите, насколько качественные получаются фотографии, уже отталкиваясь от этого, вы уже выбираете, использовать вспышку или нет. Если не используют, то тогда используйте фоторедактор обязательно. О них мы тоже сегодня поговорим. Использование зума. Известно, что приближение зума, зума-то так и есть, называется приближение зума, в камере может делиться на два вида, оптическое и цифровое. Если оптическое никак не влияет на итоговое качество полученного изображения, именно оптический зум, то как раз цифровой зум, он очень сильно влияет на качество фотографии. В принципе, можно сказать, даже не в принципе, можно сказать, что абсолютно на всех смартфонах, телефонах цифровой зум, который влияет на качество фотографии. И который раз он присутствует в подавляющем большинстве смартфонов. Есть, конечно, смартфоны, в которых есть оптическое приближение, но это там определенная серия, это нужно поискать такой телефон, если вы зададитесь такой целью. Гораздо лучше вообще снимать без зума. Или использовать физический зум. Что такое физический зум? Я думаю, в принципе, вы все могли догадаться вообще, что это такое. На самом деле это просто. Если вам нужно снять объект в увеличении, просто подойдите к нему. Не нужно стоять на расстоянии 5-6 метров, вам понравилось, не знаю, как девушка смотрит в окно, или неважно, как играют дети, либо вы хотите снять качественный продукт, если он стоит далеко от вас, лучше к нему подойдите. Это будет гораздо качественнее. Но если у вас нет такой возможности, в крайнем случае, если вы не можете подойти к объекту, неважно, он там находится либо за ограждением, либо у вас просто физически, вы не можете к нему подойти. Можно просто обрезать фотографию в редакторе, и все. То есть, смотрите, когда вы хотите снять желаемый объект на дальнем расстоянии, что вы делаете, к примеру, обычно, что мы делаем? Мы приближаем зум к вас. Я увеличила, вроде бы я получила желаемый эффект, я сфотографировала. Но когда мы открываем такую фотографию, оно некачественно. Поэтому, какая первая рекомендация? Это сфотографировать объект на дальнем расстоянии, и после этого уже в фоторедакторе его просто-напросто обрезать. Таким самым вы добьетесь того же результата, ничего не потеряв. А с цифровым зумом фотографии может быть испорчено навсегда. Просто то, что вы хотели добиться, то, что вы хотели сфотографировать, на самом деле уже просто не получится такого качественного изображения, как хотелось бы. Настройка экспозиции. Сейчас вы на фото видите кошку, в таких вот разных вариантах. И что мы можем наблюдать? Слишком яркое, переэкспонированное фото, то есть слишком засвечен, другими словами, объект. Второй вариант слишком затемнен, да, объект. И за третьим фотом мы видим, что более-менее фотография хорошая, и понятно, что на нем изображено. Большинство пользователей смартфона предпочитают вести фотосъемку в автоматическом режиме, полностью доверяя камере. И в результате нередко получается, ну, они, да, фотографии получаются далеко от желаемого эффекта, да, того результата, который, в принципе, мы хотели. То есть мы видим, вроде бы, картинку вот, да, по-своему, вот, ну, вроде бы, все классно, но пусть мы просматриваем фотографию, вроде бы что-то не то. И в ряде вот таких вот случаев предотвратить проблемный снимок помогает использование ручных настройках камеры, доступных в любом абсолютно смартфоне. Что это такое? Это предоставление о том, как буквально несколько параметров помогут в тех или иных случаях, да, в фотографиях, позволит вам гораздо чаще радоваться снимкам, а не огорчаться испорченным кадром. Что такое экспозиция? За этим параметром скрывается сочетание выдержки и диафрагмы, но постараемся не углубляться в столь сложных термины с вами. Давайте будем говорить более простыми словами. Упрощенная в виде экспозиции – это количество света, которое попадает на матрицу камеры, да, а в конечном счете – яркость снимка. И вот если снимок получается слишком светлым, его называют переэкспонированным, да, то есть засвеченным, другими словами. Когда на фото выходит слишком темным, то оно недоэкспонировано, то есть затемнено. Вот, то есть давайте простыми словами. Оно либо с фотографией либо засветилось, либо слишком затемнилось. При автоматическом выборе экспозиции смартфон запросто может ошибиться. Ну, вот бывает такое, там, освещение как-то повлияло. То есть освещение тоже очень часто влияет на то, как камера выберет этот автоматический режим и насколько правильно оно именно сделает снимок, да. Вот, и по мнению камеры в кадре недостаточно света. Экспозиция чрезмерно завышается, и мы получаем как раз вот такой вот пересвеченный кадр, да, слишком белый. А если излишнее затемнение кадра чрезмерно вот, да, часто встречается зимой, белый снег воспринимается как слишком яркий, камера, соответственно, она излишне, она снижает вот эту вот экспозицию, и получается, что фотография, да, она затемнена. Ну, то есть и так, и так получается, что фотография испорчена. Поэтому в таких вот случаях, когда вы видите, что есть какие-то дополнительные источники света, и то, что может реально, ну, испортить картинку, воспользуйтесь ручной настройкой, да, и посмотрите вручную, насколько будет изменяться картинка, насколько будет изменяться сам объект. Даже вы, да, если вы делаете тоже селфи, насколько будет меняться там тон вашего лица, насколько будет... Кстати, еще вот таким вот настройками можно для девушек, потому что касается, как можно выигрышно, да, сделать контуринг лица, да, это сейчас очень модно, популярно, там выделить как-то скулы, там, чтобы правильно, хорошо смотрелся нос в кадре. На самом деле это тоже можно вот добиться с помощью вот таких вот ручных настроек. Просто главное, поиграйте, вот, и вы получите свою идеальную фотографию для селфи. Вот, поэтому избегаем мы таких вот бракованных кадров и не боимся вручную задавать настройки. Вот, и для того, чтобы быть уверены в том, что экспозиция выбрана вашим смартфоном верна, просто зафиксируйте нажатием, да, и удержание той области на вашем экране, на яркость, да, которую вы хотите, чтобы именно ориентировалась ваша камера. Вот, в принципе, на слайде это видно, чтобы вы понимали, как это вообще выглядит, да. Также вы можете вручную увеличивать либо уменьшать зафиксированную экспозицию, проводя по экрану смартфона вверх или вниз. Да, это вот увеличиваем, либо уменьшаем. Вот, и, собственно, мы уже понимаем, насколько будет меняться освещение, да, насколько оно будет меняться, насколько выгодно будет смотреться фотография или объект в самом объективе, да, такая тавтология получилась. Фиксация телефона при съемке. Это то, что мы говорили, да, антиширик, вот такая вот, ручки такие вот нарисованы, режим, то есть очень важно фиксировать мобильный телефон. Устойчиво держать в руках телефон, да, в то время, когда вы делаете фото, чтобы избежать размытости на изображении. На самом деле это простые прописные истины, но их не стоит забывать, их нужно еще раз проговорить, да, потому что из таких вот самых простых вот вещей состоит качественное фото на самом деле. Некоторые приложения используют встроенный в телефон, такой акселерометр он называется, он бывает в некоторых телефонах, он так и называется, который ощущает движение устройства, чтобы сделать снимок только тогда, когда камера находится в покое. Обязательно включайте эту функцию, и в принципе, если даже у вас незначительно идет, да, движение, либо руки дрожат, то в принципе эта настройка убирает вот такое дребезжание, вот и фотография получает собой четкой. Чтобы обеспечить устойчивое положение вашему телефону, да, либо смартфону, держите гаджет двумя руками, обязательно. Если рядом с вами есть какая-либо поверхность, ну, неважно, там, стол, да, либо какая-нибудь полка, используйте ее в качестве опорта. То есть вы можете так вот поставить руки, зафиксировать, да, то есть не на весу держать, и сделать фото. В принципе, это тоже один из вариантов фиксации, если вы не нашли вот такую вот опцию. Размытие фона. Это такая вот очень модная, я бы сказала, да, тенденция фотографии. Я думаю, вы это наблюдали, особенно если вы хотите снять очень красиво продукт, это будет помада, да, если мы говорим о декоративной косметике, или если мы говорим о продукте, о том же там wellness коктейле, да, когда мы хотим взять фокус на самом коктейле, да, а затем, чтобы было там, не знаю, какие-нибудь фрукты красивые лежать, да, либо там упаковка из-под wellness, да, чтобы она была более смазна. То есть, скажем так, это совсем как будет смотреться фотография, как комплексно, да, но мы делаем акцент на чем-то одном. Итак, так как возможности мобильной камеры сильно ограничены, да, нам очень трудно добиться красивого размытия фона. Что тут можно сделать? Во-первых, сделать и так, чтобы объект съемки находился максимально далеко от фона. Обязательно. Тогда, когда вы зафиксируете фокус камеры на самом объекте, который вы хотите сделать главным, вы добьетесь нужного эффекта. То есть все то, что будет сзади, оно как раз и размоется. Вы добьетесь именно этого желаемого своего эффекта размытия. Что во-вторых? Во-вторых, используйте режим макросъемки. Если у вас есть на телефоне данный режим, отлично, включайте. Этот режим позволяет делать красивые фото мелких отдельных предметов. Вот как раз то, чего мы хотим добиться, да, сделать какой-то вот такой вот акцент. Если в вашем приложении такого режима нет, либо, к примеру, это могут быть настройки в телефоне, либо если вы работаете через приложение, которое устроено, да, у вас установлено на мобильном телефоне, либо планшете, то вы можете поискать эту макросъемку именно через приложение. Обычно существует много условно таких вот платных либо бесплатных приложений, которые обладают рядом дополнительных опций по сравнению со стандартной камерой. Поэтому, если вы хотите вот такой вот эффект добиться размытия, поищите либо в настройках телефона, либо в приложении, которое вы работаете, либо просто поищите само приложение, которое предоставляет вот такую вот опцию. Еще одна возможность красиво размыть фон, это использовать специальную микронасадку для камеры вашего смартфона, либо обрабатывать фотографии в редакторе. Вот, есть действительно специальные такие вот насадки на телефон, они одеваются, сейчас их всевозможное количество вышло, поэтому, если вы действительно хотите добиться каких-либо таких вот эффектов и не покупать, например, дорогую зеркалку, можно, в принципе, попробовать купить вот такую вот специальную насадку для телефона. Правило третье. Очень такое вот интересное название. Сейчас вы видите какие-то дроби, непонятные цифры, что-то такое, какая-то математика пошла. На самом деле, ничего сложного в этом нет. Правило третье является важным приемом фотографии, который может быть применен именно в любой сцене для улучшения композиции и баланса изображения. Что это вообще такое? Композиция, баланс изображения. Правило третье – это один из самых полезных таких, да, приемов для построения композиции фотографии. И важно понимать, как применяется это правило третьей. В разных направлениях фотографий применяется она по-своему, да, чтобы делать более интересные и гармоничные снимки. Вот иногда мы можем наблюдать у совершенно обычного человека очень крутые фотографии. Вот как раз те люди, которые качественно строят свой контент, они как раз используют это правило, правило третье. Конечно, правило никогда не стоит применять вслепую, да, особенно в искусстве. Поэтому следует относиться к правилу третьей как к практической рекомендации. В первую очередь, а не какой-то такой вот догме, да, что вот все, это ответ на все мои вопросы. Однако в большинстве случаев этот прием позволит получать хорошие фотографии в первую очередь и послушать отличной отправной точкой при построении композиции. Итак, давайте вообще посмотрим пример вот такого вот правила третья, для чего он используется, вообще что это такое. Сейчас вы видите эту сетку, да, сетка есть как раз, вот в айфоне, о которой говорилось, когда мы чуть раньше, на предыдущих слайдах мы говорили о настройках. И вот в смартфоне вы можете выбрать вот такую вот настройку, сетку, она так и называется сетка. Как раз она и построена на основе правила третьей. Важные элементы, да, вот в данном случае сейчас, какой важный элемент на этой фотографии? Это вот этот вот домик, да, в сарай и границы между землей и деревнями, да. Вот это вот такое вот заснеженная земля, и дальше у нас пошел вот лес такой, да. То есть у нас вот основа фокус идет на домике, а дальше идут таких вот две горизонтальные линии, да, которые вот как раз вот это вот правило третье, оно и говорит о том, что вот эти вот важные элементы, да, расположены вдоль линий и на их пересечении. То есть видите, вот сетка пересекается на домике, сетка пересекается на земле заснеженной, и сетка пересекается на линии с деревьями. То есть это как раз и есть правило третье. Это, ну, грубо говоря, это пересечение. И вот сейчас вот фотография, да, горизонт, тоже девушка. Девушка как раз и тоже является главным объектом, да, она находится на пересечении горизонта, там небо, мы видим, река и вот тот же камень, да, камни, в которых она сидит. И при компоновке фотографий, да, они мысленно, вот вы мысленно вот разделите эту вот сцену, да, которую вы сейчас наблюдаете, так вот, как было описано на предыдущем слайде. Я уже вот как раз и озвучила, да. И вот как раз вот мы видим, да, что какой элемент у нас будет главным, да, то есть какой из элементов фотографии является самым важным, да. И как раз мы сейчас с вами постараемся разложить эти вот линии, на их пересечения. Это не значит, что они должны быть точно вписаны в эти точки. Достаточно просто, чтобы они были расположены именно неподалеку, вот эти вот точки, на пересечении главных объектов. Скорее всего, вам придется подвигаться в первую, ну, если мы говорим о какой-нибудь другой, да, экспозиции, чтобы найти лучшую, да, композицию. Благодаря этому вы лучше будете продумывать снимок. И это действительно хорошо, независимо от того, используете вы правила третьей или нет. Вы можете использовать эту сетку, и, в принципе, вы уже визуально будете понимать, какой ракурс вам правильно необходимо выбрать для того, чтобы фотография была действительно интересной и красивой. Для помощи в большинстве камер телефонов нанесена вот эта вот сетка линий, да, третий. Иногда нужно включить ее в настройках. В некоторых телефонах она сразу же всплывает. Но вы зачастую ее отключают, и все, просто забывают. И благодаря этому не приходится прикидывать на глаз, и можно более точно выбрать правильное расположение объекта. Поэтому, welcome, вот это вот правило третьей, используйте вот эту вот сетку, да, для того, чтобы сделать эту фотографию качественной. И давайте сейчас закрепим результат для того, чтобы действительно вот мы сейчас с вами видим на слайде очень качественные фотографии, да, ну, реально красивые. Правило третьей достаточно универсально, да, на самом деле. Мы это видим сейчас тоже на картинках. И может быть, может применяться в большинстве направлений фотографии. Не важно, что вы фотографируете. На слайде приведены некоторые примеры того, как оно может вообще использоваться в съемке. Размещение людей ближе к одному из краев снимка дает хороший результат. То есть мы человека делаем не в центре фотографии, да, а немного смещаем в фокус. Благодаря этому появляется свободное пространство, фотография становится более легкой. Она становится более, да, такой вот, проще воспринимается окружающими, да. Становится виден окружающий интерьер, да, в котором находится главный объект. И фотография уже не выглядит просто как снимок лица. Даже не важно, даже если вы фотографируете себя, есть это даже тоже сэлфи. Но если вы смеете себя чуть-чуть в сторону фотографии и заходите чуть-чуть больше каких-то дополнительных объектов, это будет смотреться гораздо более, ну, интереснее и вкуснее. Вертикальные объекты, такие вот, как этот вот маяк, допустим, да, на слайде вы можете тоже видеть, могут разделить по налоге в сцене и горизонте. Фотографию на две части. Для того, чтобы предотвратить появление этого нежелательного эффекта, формируя композицию, поместите объект вне центра, вне центра кадра. Вот. То есть видите, опять-таки, маяк, он смещен, точно так же, как мы говорили, когда мы фотографировали, там тоже лицо, да, объект. Точно так же мы смещаем этот маяк в сторону, он не находится в центре. И мы помимо самого маяка, мы видим красивый горизонт, мы видим, да, такой вот каменный пляж, наверное, если можно его так назвать, такой мух красивый, поросший. То есть мы абсолютно на все обращаем внимание, и маяк у нас уже не становится центром фотографии. Также с легкостью можно подгонять фотографию под правило третье, с помощью функции кодирования в графическом редакторе. Что тогда за функция такая кодирования? Она позволяет вам изменять расположение ключевых объектов снимка, смещая их на более удачные позиции. То есть вы можете еще даже так поиграть. И когда вы применяете правило третье, так же, как и любых других, по крайней мере, да, если мы говорим с вами о фотографии, не обязательно применять его в каждой ситуации. Иногда, нарушая его, вы можете получить гораздо более захватывающий, да, интересный снимок, захватывающее такое вот представление. Спрепитируйте в первую очередь и пробуйте по-разному компоновать кадр. Даже если это идет вразрез со всеми правилами, да, о которых мы проговорили, правило третье, использовать смещение обязательно, чтобы были пересечения, не всегда. То есть в зависимости от того, что вы хотите донести в массы, вот. Тем не менее, следует научиться также использовать полезные особенности правила третьей, прежде чем вы попытаетесь нарушить его. Попытайтесь, потренируйтесь, да, сделайте какую-то серию снимок, используя правило третьей, используя эту сетку. Когда вы уже научитесь правильно, да, вот выбирать вот такой вот фокус, используя правило третьей, в таком случае вы уже можете миксовать, да, и уже двигаться дальше. И когда вы будете экспериментировать уже смысленно, да, будете стараться лучше композицию, и тогда это будет не просто ради самого эксперимента на самом деле производиться. Ведущие линии. Что же такое ведущие линии? Используйте естественные линии, чтобы вести взгляд зрителя по фотографии. Линии лучше всего работают в качестве направляющих. Глаз цепляется за линию, и следует по ним слева направо или снизу вверх. Таким образом, вы ведете взгляд зрителя по кадру, акцентируя внимание на нужных вам моментах. То есть, да, мы видим точно так же на фотографиях идущий человек, да, там, под зонтом. Мы видим вдаль уходящие, да, линии вдаль горизонта. Мы видим перрон, да, с поездами. Точно так же у нас идет, уходят линии в горизонт. И то есть мысленно мы проводим человека по фотографии. То есть мы показываем абсолютно все, что мы хотели в ней запечатлеть. Вот, и, собственно, мысленно мы проводим вот такие вот стрелки. И это будут ведущие линии. Они тоже цепляют на самом деле взгляд. Будем называть это 26-м кадром, да, если можно это назвать на самом деле. Это то, что привлечет сразу же вашего фолловера, который будет находиться у вас на страничке, такая фотография сразу же цепляет. Скажем так, это основные фишки. Правила 3 и ведущие линии. Это то, что сразу же привлекает, да, устанавливает взгляд. И таким образом человек попадает на вашу страничку. Рамки. Давайте поговорим о рамках. Смартфоны сейчас, да, телефоны предоставляют просто огромное количество рамок, да, всевозможных, которые можно использовать. Если будем говорить красиво, это называется фрейминг, обрамление. Используйте окна, двери, неважно, какие-то другие подобные рамки для того, чтобы обрамить персонаж или предмет. Можете использовать элементы вокруг вас, чтобы создать естественную рамку для вашего объекта съемки. То есть вовсе не обязательно, чтобы такая рамка обрамляла объект со всех четырех сторон. Вы можете сделать эту рамку с какой-то одной определенной стороны, да, это может быть окно, либо дверной проем, либо дерево, там, либо ветвь, да, дерево, либо какая-нибудь, либо арка. Что самое главное, что важно, рамка не должна перетянуть основной смысл кадра на себя, то есть чтобы эта рамка уже, да, не являлась главным в фокусе, и она уже будет, скажем так, перетягивать, да, как я сказала, внимание на себя, и уже смысл картинки теряется. Поэтому, когда вы используете рамки, ну, я буду говорить грубо, не лепите их абсолютно на все фотографии, не нужно. То есть если это смотрится красиво, да, делайте. Если нет, не нужно. То есть можно рамки использовать из любых каких-то подручных объектов, которые вообще вас окружают. Узоры, да. Узоры нас окружают абсолютно везде. Если мы будем смотреть, просто вернемся вокруг себя, да, посмотрим, нас везде окружают какие-то геметические фигуры, какие-то красивые пейзажи. И это включает в себя такое вот тоже интересное название паттерн. Паттерн – это, скажем так, такие всевозможные узоры и комбинация создания таких вот узоров, опять-таки, из подручных сет. Если говорить о фотографии, это, говорим о паттерне, да, это повторяющиеся объекты, да, которые там одинаковые, либо они как-то между собой похожи, которые можно использовать при построении композиции кадра. Внимательно посмотрите по сторонам, да, и вы увидите, что вокруг нас очень много паттернов, особенно вот в городском, в ландшафте. Если вы особенно подниметесь, да, на самый высокий этаж, что, не знаю, будь это ваш дом, либо, неважно, какое-либо сооружение, и вы увидите вот такие вот пейзажи, да, когда много-много-много домов, да, когда много очень каких-то вот таких вот геметических построений, и как раз вот вспомните об этом приеме, когда в следующий раз пойдете на прогулку с фотоаппаратом. Заберитесь когда-нибудь повыше, выбирайте такие вот какие-то необычные ракурсы, да, и как раз это позволит создать вот такие вот интересные фотографии, как, собственно, вы видите на слайде. А может точно также использовать какие-то определенные вот такие вот узоры, которые тоже предоставляет, да, камера. Ну, в основном выбирайте не искусственное, да, а то, что привлекает взор. Пусть это будет более-менее натурально, да, если можно так вот сказать. Симметрия. Никто никогда не отменял симметрию. Сейчас мы можем наблюдать на фотографиях, что всевозможные, да, какие-то угловатые ракурсы выбираем. Но можно использовать симметрию, но можно использовать так и асимметрию. В любом случае это очень сильный инструмент для построения композиции. Важно помнить одну самую главную вещь. В вашем кадре помимо симметрии или асимметрии должна быть изюминка. То есть если вы выбираете асимметрию, выберите определенный главный объект. Если вы выбираете там симметрию, точно так же у вас должен быть главный объект в первую очередь. Изюминка. На то, что привлечет внимание зрителя, на то, что привлечет внимание в первую очередь вас, да, кто вы делаете такую фотографию, композицию. А сам уже прием, да, такой вот компонизационный, он уже поможет раскрыть вашу фотографию. И, собственно, вот вы видите пример фотографий вот таких, да, то есть симметрия и асимметрия. То есть насколько важно, да, вот мы видим вот на каждой фотографии действительно есть изюминка, то, что привлекает узор. Поэтому старайтесь прибегать вот к таким вот, да, примерам. Выбор фона. На прошлом тренинге, да, мы с вами говорили, как правильно снимать видео, как правильно выбирать фон. На самом деле фотографии это в первую очередь тоже касается. Если мы будем говорить о таких вот, да, вот интересных вещах, то Стив Джобс имел обыкновение говорить, что простота – это крайняя степень изощренности. И начинающие фотографы часто усложняют свои фотографии. То есть они хотят, возможно, в одной фотографии вместить кучу разных, да, таких вот приемов. И фотография получаются слишком утяжеленной, тяжелой. И слишком много деталей может отвлечь зрителя, делая сложным создание, да, красивой и гармоничной композиции. Простые, скажем так, фотографии в стиле, да, минимал, они идеально подходят для использования в социальных сетях. Если вы пользуетесь, да, Инстаграм, если вы кладете туда фотографии, да, либо в какая-нибудь другая подобность, там, в Фейсбук, либо в ВКонтакте для меня фотографиями, то люди будут просматривать ваши фотографии на маленьком экране своего телефона. Не забывайте об этом. И в результате, когда вы, вот, вы, скажем так, лепите вот такую вот тяжелую фотографию, большая часть тех деталей, которые у вас есть на фото, будут потеряны для зрителя. Поэтому не перенагружайте. Упрощение ваших фотографий позволит вашей аудитории насладиться ими больше. То есть если вы хотите, ну, если вы видите, что в поле вашего зрения несколько деталей, да, которые бы вы хотели передать на фото, сделайте несколько фото. Просто обыграйте, они будут казаться, что это действительно совсем разные фотографии. Пусть и даже смысл будет один. Давайте запомним с вами простое правило. Всегда надо обращать внимание на фон. То, о чем мы сейчас говорим, да, вот то, что представлено на данном слайде, фон. Для фотографий полный рост выбирайте как можно более простой фон. Почему? Который не будет, да, сливаться или конкурировать с основным объектом на фото. Вот когда вы делаете фотографию у себя полный рост, да, выбирайте простой фон, чтобы не было расфокусировки, да, чтобы тот, кто смотрит ваши фотографии, просматривает, чтобы он понимал, что он наблюдает только вас, да, и не будут прекрасны какие-то посторонние и задние там фоны. Если вы задаетесь вопросом, почему снятые вами портреты выглядят как-то некрасиво, да, то вполне возможно, что проблема заключается как раз в неправильном выборе фона для съемки. Мы не призываем вас именно фотографировать на фоне гладкой стены или занавески, к примеру, да. Что главное помнить? Помнить то, что каждый фон должен быть легким, он должен быть простым, и глаз зрителя обращается к самой теме портрета, то есть к человеку, который находится на данном фото. Каждый же фон, он пристрелит контрастными объектами, то портрет, скорее всего, он не будет пристрелить этим, правильно? И если вы действительно делаете портрет, делайте именно портрет, а не, скажем так, солянку такую, то есть там будете и вы, и какие-то другие там объекты в фокусе, то есть, ну, это не будет совершенно портретом. Правила хорошего селфи, давайте поговорим, да. Да, сейчас абсолютно все выкладывают селфи в всех социальных сетях абсолютно. Это на самом деле очень прикольно, даже бывает, там, на неделе у нас снимаешь каких-то, да, снимков, и потом листаешь, листаешь, смотришь на себя. На самом деле прикольно. И вот хороший свет – это как раз залог отличного результата. Лучший друг, да, начинающего любителя автопортретов – это рассеянный, естественный свет. То есть, если вы даже только новичок, если вы только начинаете снимать вот такие вот фотографии, то правильно подбирайте свет, играйте светом. А вспышки, на самом деле, забудьте, как мы уже говорили, да, чуть ранее, то, что вспышку, на самом деле, нужно правильно уметь использовать, да, правильно выбирайте расстояние для того, чтобы она качественно смотрелась в фотографии, вот. И для того, чтобы качественно сделать селфи, она вам вообще абсолютно никак не поможет. Поэтому источник света должен находиться или непосредственно перед вами, или сбоку, но никак не сзади, иначе фотографии получатся слишком темные, да, как мы уже с вами говорили. И важный момент – освещение снизу. Это табу, абсолютная табу. Пусть лучше свет падает чуть сверху, но не снизу, потому что лицо ваше будет сразу искаженное, будет создавать впечатление, что у вас просто неимоверная течность на лице, будут неправильные контуры лица, ну, в общем, особенно это касается девушек, да, которые мы с вами любим делать классные селфи, там, особенно, когда у нас удачный макияж. Никогда не делайте фотографии, если освещение идет снизу, вы испортите фотографию. Думаю, в принципе, вы сами это увидите, но, тем не менее, это такая какая-то рекомендация. Найдите самый выигрышный ракурс. Тут сложно дать какой-то универсальный совет, потому что все слишком индивидуально. Пробуйте разные ракурсы и позы, пока не найдете оптимальный вариант. При съемке снизу вы рискуете обнаручивать у себя второй подбородок, да, потому что как-то будет непропорциональной фотографии, вот, и внушительные мешки под глазами. Смартфон лучше держать чуть выше уровня глаз, а голову слегка повернуть направо или налево, то есть, ну, как-то поиграть, вот, да, в объективе обязательно. Обязательно. Обязательно помните про фон. Даже самый удачный свет и ракурс не спасет фотографию, где на заднем плане будет твориться, ну, какой-то беспорядок, какой-то просто абсолютный бедлам. Домашний беспорядок – это определенно не то, о чем следует рассказывать всему миру. Поэтому, если вы делаете селфи, если вы делаете какой-то такой, даже пусть это будет портрет, обязательно проверьте, что у вас на заднем плане находится. Фактурная, кирпичная, да, какая-то деревянная или просто дотонная стена, интересный какой-либо пейзаж, ну, неважно, пусть небо с облаками, оглянитесь вокруг в первую очередь, и вы гарантированно найдете хотя бы пару-тройку подходящих мест. На самом деле, красивые места, они окружают нас абсолютно везде, просто главное – правильно их использовать. Природа в любое время года готова прийти вам на помощь, да, особенно фотографам. Ему можно делать отличные селфи на фоне сугробов, там, весной в окружении цветущих яблонь, там, да, вишу, летом среди буйной зелени, а осенью можно, да, устроить такую красивую фотосессию с желтыми листьями. Хорошее селфи – это интересное селфи в первую очередь, да. Почему? Бесчисленные автопортреты с одним и тем же выражением, застывшим на лице, вряд ли бы вызовут какой-то бурный интерес, да, у ваших подписчиков в соцсетях. Если вы, да, листали, неважно, переходили по каким-то ссылкам, просматривали чьи-то странички, ну, бывает такое, что мы заходим на страницу, а там действительно какие-то однообразные фотографии. Они сделаны постоянно в одном и том же ракурсе, ну, на самом деле ничего примечать, то есть постоянно фигурирует одно и то же лицо, вот, никаких каких-то дополнительных элементов, ничего нет, вот. И вряд ли, ну, подписчики заинтересуются, да, и реально подпишутся на вашу страничку, либо на ваш канал. Ну, они так смешно называются, дакфейсы, да, смешное такое слово. Дакфейсы уже настолько приялись, что даже шутить про них, ну, просто дурной сон на самом деле, поэтому мы не будем долго на них зацикливаться. Постарайтесь просто держаться в кадре максимально естественно, улыбайтесь, смейтесь, словом, просто будьте с собой в первую очередь, вот, это будет гораздо привлекательнее, вот, видеть в кадре. И используйте технические помощники. Что такое технические помощники? Мы сейчас о них поговорим. Это всевозможные штативы, триподы, селфи-палки, блютуз-кнопки, всевозможные гаджеты, да, которые дополнительно помогают сделать фотографию более качественно, да, либо какое-то либо осадительное оборудование можно использовать. Это ваши верные помощники по пути к отличным селфи-снимкам, да, в первую очередь, потому что без них с помощью только одного телефона, в принципе, можно сделать качественные фотографии, но если вы будете использовать вот таких вот помощников, то в первую очередь фотографии станут еще более интересными, да, такими, и профессионально выглядеть будут. Полезные фотоаксессуары. Ну, тут на самом деле много о них говорить не нужно, вы можете зайти в любой магазин техники, да, и просто поинтересоваться у консультанта, что это будет за помощник такой. И идеальным решением для тех, кому, да, время от времени требуется зафиксировать свой айфон, для того, чтобы записать видеоролик, сделать эффект на селфи, либо просто общее фото, да. Можно использовать вот такие вот штативы. В основном это легкие, компактные штативы, которые всегда можно носить с собой, они либо огнущиеся, либо такие вот мягкие, но хорошо держат форму, ведь они почти не занимают место, да. Отгибающиеся ножки некоторых штативов позволяют не только поставить их на любую, даже какую-то неровную поверхность, но и закрепить его на какой-нибудь трубе или ветке, да, обмотав просто вокруг нее ножки, и все, вы закрепили штатив, и можете смело делать свои фотографии. В итоге вы получаете ровную картинку, недостижимую при съемке сук, да. Одно дело, когда вы делаете фотографию, везде фигурирует ваша рука, но это не всегда бывает уместно, интересно, поэтому можете использовать вот такие вот фотоаксессуары, которые, по сути, помогут вам, да, облегчить съемку. В основном камеры в смартфонах имеют полуширокий такой вот захват кадра, и в штадианах подходят для уличной съемки и различных сцен, да, из повседневной жизни. Но все же такие объективы, они не идеальны, и многие компании стали производить линзы, которые улучшают стандартные объективы смартфонов. Они крепятся на камеру телефона, ну, каким-либо там способом, да, в зависимости от самой линзы. Вот вы видите на айфоне вот такой вот интересный дизайн, да, вот такие вот линзы. Вы можете точно так же зайти в любой магазин, интернет-магазин и поинтересоваться вот такими вот объективами. Они крепятся на камеру, да, телефона, вот, улучшат определенные параметры камеры, подоставляя вам больше возможностей, в первую очередь, да, для составления композиции. И такие линзы одинаково хороши как для фотографий, так и для видеосъемки. То есть вы можете использовать так, как вам удобно, в первую очередь. Вот, и если вы действительно хотите более качественную, профессиональную фотографию, то в таком случае вам следует задуматься о таких вот полезных вот аксессуарах. Еще. Если вы едете отдыхать, не знаю, на какие-то классные там острова, да, в курортные городки, ну, к примеру, да, есть водонепроницаемые чухлы, которые позволяют снимать под водой. Если вы решили подняться к валангам, да, ныряйте, плавайте среди людей, просто экзотических рыб, либо вы фотографируете с семьей вместе, да, это тоже все можно запечатлеть, контент будет очень интересным, необычным, вот. И вот такой вот непроницаемый чехол, он превратится в ваш телефон просто в экшн-камеру, да, как бы у про только у меня. Чехол защитит аппарат от падения с высоты, да, и позволит погрузиться под воду. О том, что вот я вам сказала, да, можно такие вот интересные сделать видеосъемки. Специальные крепления позволяют прикрепить смартфон к велосипеду, машине, серфу, неважно, к многому другой поверхности, вот. А широкоугольный объектив позволяет расширить угол обзор камеры. И приятным каким-то дополнением даст лучше то, что даже под водой чехол позволяет полноценно управлять телефоном. Вы можете смело делать фото, видеоотчеты, и, ну, это всевозможное упрощает создание вот таких вот интересных видеообзоров и фотографий. Полезные фотоаксессуары, да, сейчас о них еще раз поговорим. Что касается именно освещения. Даже любой начинающий оператор, решивший организовать студию дома, он понимает, что освещение и фон – это не только дополнительные части студии, да, то есть мало иметь хороший фон, но в первую очередь нам нужно еще качественное освещение. Свет помогает точно передать изображение во время фото- и видеосъемок, а фон влияет на всю картинку в целом. Если правильно соотнести свет, тень и фон, то изображение будет высокого качества. Поэтому, если вы всерьез увлекаетесь домашней фото- или видеосъемкой, формируя контент для развития вашей группы или профиля, то наверняка вам со временем понадобится хотя бы, ну, какое-то минимальное осветительное оборудование, да, пусть даже сделано своими руками, а также, возможно, не помешает дополнительная вспышка. Если, ну, что касается сооружения вот таких вот вспомогательных средств своими руками, вы можете воспользоваться, да, поисковиками Google, поисковиками на YouTube, там всевозможные видео. Вот, как можно с помощью подручных средств, не привлекая, да, к покупке каких-то дорогостоящих таких вот оборудований, сделать все самостоятельно и поможет сделать ваши фотографии очень интересными. Bluetooth-кнопки. Что это вообще такое? Данный девайс, он незаменим для большого количества сцен и с расстояния. Он почти незаметен в руке и выручит вас в многих ситуациях. Ну, к примеру, если вы решили сделать, да, там, фотографии, прибегая к помощи, там, штатива, да, вы закрепили камеру, и вы хотите подвигаться в камере. То есть, скажем так, вы решили стать сам себе фотографом. Вот в таком случае вам поможет вот такая вот Bluetooth-кнопка, вы закрепили, зафиксировали свой фотоаппарат, да, либо закрепили ваш телефон, и с помощью вот такой вот Bluetooth-кнопки вы можете двигаться, что-то выполнять в кадре и фиксировать себя на изображениях. Это тоже очень удобное, такая вот приспособление удобное. Самое интересное, поговорим сейчас о мобильных приложениях, которые позволяют обрабатывать фотографии. Их есть всевозможное множество. Я более чем уверена, что у вас всех есть какие-то такие вот приложения, которые позволяют обрабатывать. Но сейчас мы поговорим о самых интересных, которые позволят максимально приблизить вашу фотографию к идеальному, да, виду, не используя такие программы, как Photoshop, да, профессионально, которые помогают просто досконально выполнить фотографию. Для многих владателей смартфона возможности функции камеры, доступных в штатах, да, это приложение, их вполне достаточно. Даже для тех, кому нужны более продвинутые, да, опции настройки. И как раз вот сторонние разработчики, они подготовили собственные приложения, которые помогают не только делать вот такие вот качественные фотографии, но и выполнять их со своего телефона. Итак, поговорим о таком приложении, как Snapseed. Все его по-разному называют. Ну вот Snapseed является самым популярным фоторедактором, к тому же бесплатным в первую очередь. Я думаю, что это всем заинтересует. Зафиксируйте себе. Он предоставляет очень много возможностей для постобработки фото. То есть уже после того, как фотография выполнена, вы можете возможность ее отредактировать. Огромное количество фильтров, различные виды эффектов. Ну, мало того, да, что я понимаю, что в Инстаграме есть куча фильтров, в ВКонтакте есть фильтры, но, тем не менее, они не такие, как в данном приложении, поэтому, если вы действительно хотите создать качественную фотографию, скачайте данное приложение. Вот, вы можете в нем настраивать резкость, цветопередачу. В общем, все абсолютно, что нужно, и всего лишь вот в одном приложении Snapseed вы скачиваете, устанавливаете, работаете, и вам, в принципе, не нужно больше никаких каких-то дополнительных приложений. Еще одно приложение – это весь SEO сможет выжать вообще абсолютно максимум из ваших фотографий. Если вы хотите, чтобы ваши снимки выглядели так же безупречно, то данное приложение – это то, что нужно. Здесь богатый выбор фильтров вместе с настраиваемыми инструментами для редактирования. Они просто превратят ваши фотографии в такие сочные, яркие, красочные, интересные, мечеткие. Я не знаю, какие можно всевозможные такие синонимы подобрать. Вот они превратят ваши фотографии в профессиональные вот такие вот работы. Сами фильтры едва заметны на итоговых кадрах, на удовольствие абсолютно бесплатно, кроме дополнительных фильтров. Если разработчик имеет право размещать какие-то дополнительные фильтры за определенную плату. Поэтому, если вам понравился вот такой вот фильтры, вы можете смело покупать, если приняли такое решение, и использовать именно тот фильтр, который вам понравился. Следующее приложение, о котором мы поговорим, это предложение ООО. Особенностью предложения является возможность легко накладывать на изображение текста и работать со слоями, как в программе Photoshop. Поэтому, если вы хотите размещать, ну вот мы очень часто видим, я всегда очень наблюдаю за вашими аккаунтами, и часто вижу, как раз многие из вас используют данное приложение, используют его, вы молодцы на самом деле, вы правильно делаете, вы в правильном направлении движетесь, поэтому не останавливайтесь на достигнутом, скачивайте приложения, которые были озвучены ранее, ищите новые в первую очередь. Вот, да, миксуете, скажем так. Поэтому всегда welcome таким вот открытием, скажем так. Следующее приложение – это Камера Плюс. Это большинство людей хватает стандартных возможностей камеры, но уже давно так заведено, что вы нажимаете одну кнопку, а система делает за вас все остальное. Поэтому такое вот приложение, оно как раз позволяет выполнить вот такие вот разные манипуляции, подбирает цвет, автоматически фокусирует на объект съемки, да, фокус ловит, чтобы снимок получился достойным. Хватает большинству, но не всем на самом деле. Вот, поэтому Камера Плюс – это лучшая сторонняя камера для iOS, это работает на данном приложении, она только, которая подойдет как тем, кто любит, чтобы все делать автоматически, так и тем, кто хочет сам управлять процессом съемки. То есть вы можете сами задать какие-то определенные параметры, поиграть, да, с настройками, и сделать вашу идеальную фотографию. Однако Камера Плюс – это не только крутая, но она правда очень крутая такая вот камера, но это еще и фоторедактор. То есть помимо того, что вы можете отдельно с помощью данного приложения фотографировать, то вы еще можете с помощью него и обрабатывать фотографии, поэтому я оставлю очень-очень много плюсиков данному приложению. Если вы реально хотите очень классные фотки, то обладатели iPhone – это просто must-have в вашем приложении должен быть. Вот, это бесплатно, да, есть бесплатно ограниченный функционал в данной камере. Вот, и полная платная версия. Вы уже можете уже в самом приложении, да, посмотреть, сколько это будет стоить. Но, в принципе, если вас заинтересовало, то можете обладать дополнительные возможности. Движемся с вами дальше. Так, секунду. Еще есть одно приложение, называется Manual Camera. То есть, да, мануал, ну, сами уже понимаем, что это что-то связано с руками, вручную. Это доступно на приложениях Android. Что позволяет данное приложение? Приложение позволяет получить прямой доступ к основным настройкам камеры вашего смартфона. То есть, грубо говоря, оно модернизирует, да, камеру вашего телефона. И с его помощью вы сможете вручную, да, сдать какой-то фокус. То есть, скорость затвора, там, не знаю, баланс белого, всевозможные, да, использовать, там, повороты, углы. Вот, какие-то другие параметры снимка создать. Это, безусловно, должно понравиться подвинутым, да, таким вот фотолюбителям, потому что автоматически все выполняет вам, за вас программа. Поэтому, если вы уже более-менее приловчились, да, вы уже ознакомились с правилом третьей, вы уже воспользовались правилами линий, да, вы уже потренировались, у вас все круто получается. Поэтому время использовать вот такие вот фоторедакторы. Вот, используйте их. Ну, однако, приложение это совместимо далеко не со всеми гаджетами, да, так что предварительно нужно выяснить обязательно этот вопрос, подходит ли данное приложение именно для вашего телефона. Обязательно проверьте это, потому что сейчас я озвучиваю, да, те приложения, которые максимально, скажем так, упростят, да, обработку фотографий, но проверьте опять-таки, чтобы оно было совместимо с вашим мобильным телефоном. Снова шаттеркам, да, позволит вам делать необычные фотографии с долгой выдержкой на своем смартфоне. Вообще, зачем нужна эта долгая выдержка, да, для чего она вообще будет полезна, такое вот приложение, да, для чего. Так вы сможете заснять полоски света фар от отражающих автомобилей ночью, да, а также запечатлеть интересные городские природные пейзажи. Залог успеха для съемки таких фотографий – это использование штатива для уменьшения отражения телефона. То есть, ну, либо вы можете телефон как-то зафиксировать, если у вас нет штатива. Если вы хотите сделать, ну, реально такое прикольное фото с теми же фарами, да, особенно их уловить на самом деле очень тяжело, то как раз вот выдержка света, которая позволяет данное приложение, да, выполнить, оно как раз именно вот для таких вот фотографий. И приложение Touch Touch, Touch или Touch, вот, для чего это нужно, вот, приложение. Это популярный фоторедактор на Андроиде он есть, который выбирает нежелательные объекты с фотографией. Ну, это уже тоже, я бы сказала, для таких, для продвинутых пользователей. На самом деле, ну, очень крутое приложение, его тоже рекомендую. Ну, так же, как и Камера Плюс, вы сможете удалять баннеры с исторических зданий. Ну, например, вы реально фотографируете очень классное, да, там, какое-то здание, либо историческое, важно, но не важно, просто, либо фотографируете красивый пейзаж, а его реально портит какой-то урбанистический, там, не знаю, антенна какая-то вдалеке, да, либо, там, не знаю, что это может быть, там, пролетающая птица. Это, ну, в общем, все на ваше усмотрение. То, что действительно, ну, вы считаете, что данный объект, он портит общую картинку вашей фотографии, то как раз с помощью TouchRetouch вы можете удалять вот такие вот нежелательные объекты с вашей фотографии. В общем, доступны возможности практически, ну, абсолютно все, как и в Photoshop, да, в плане самых используемых, конечно же, будем говорить, но при этом уровень сложности крайне низкий, и вы практически сразу сможете разобраться, как, ну, и что делать. Поэтому какой-то подготовки не нужно для того, чтобы воспользоваться данным приложением. Вот, можете смело его качать, использовать, ну, я тоже говорю, что это must-have в вашем смартфоне, если особенно вы продвигаете свой аккаунт именно через социальные сети и через фотографии. Итак, напоследок, да, несколько таких вот веселых рисунков правил. Что мы вообще должны запомнить в первую очередь для того, чтобы наши фотографии получились очень качественными, да, и реально крутыми для того, чтобы заинтересовать наших подписчиков, да, потенциальных клиентов. Обязательно не стоять на месте и делать фотографии с разных ракурсов и точек. Это то, что создали, на самом деле, два студента, да, которые создали это такое, да, направление в искусстве, в велографии. То есть они задались целью, что не нужно выполнять какие-то фотографии постоянно с одних и тех же ракурсов в строках. То есть фотографии могут быть абсолютно со всех ракурсов быть, там, в прыжке, сбоку, снизу, сверху, неважно как. Вот, и самое прикольное, это что нужно, это фиксировать обязательно ваши эмоции. Фотографии не должны быть скучными, улыбайтесь, грустите, неважно. То, что вы сейчас чувствуете в данный момент, фотографируйте, выкладывайте, и люди будут понимать, что вы в первую очередь живой человек, да, а не, ну, просто там, сухой человек, который, ну, в общем, что-то там выкладывает. Пробуйте фотографировать не обязательно в каких-то стандартных ракурсах. Я даже на себе ощутила о том, что, ну, как мы обычно привыкли фотографировать. Ну, устал, тебя сфотографировали, классно. Пробуйте играть вариантами, пробуйте наклонить влево, вправо ваш телефон, фотографируйте вверх ногами. Ну, в общем, пользуйтесь возможными такими вот примерами. И вот такая интересная картинка, да, делать снимки с уровня собачьих глаз. Собаки видят много интересного. На самом деле это так. И можно даже сказать, что очень многих деталей мы не замечаем. Поэтому присядьте, посмотрите. Возможно, где-то вдалеке от вас происходит что-то интересное, да, что можно запечатлеть. И следите за этим обязательно. Снимайте от бодер целый день, несмотря на дисплей. Что об этом говорит? Опять-таки, очень интересные кадры можно словить. Вы даже не подозревайте, какие можно делать реально очень крутые фотки, если вы не будете зацикливаться в том, что мне нужно сделать очень качественную фотографию. Вы просто фотографируйте, а в конце дня выберете наиболее удачные кадры. Обращайте внимание на мелкие детали в первую очередь, да. Обязательно каждый день ищите новый сюжет, потому что каждый день он индивидуален. Вы каждый день находитесь в новом месте, вы знакомитесь с новыми людьми. Каждый день новые проекты. Поэтому фиксируйте все, абсолютно, абсолютно все. И обязательно кодируйте готовые фотографии, да, и ищите лучшие фрагменты. Почему? Потому что то, что я говорила, что вы можете в течение дня снимать просто уйму фотографий, а реально крутых будет только две фотографии. Но эти две вы должны найти. И с помощью вот таких вот нехитрых правил вы сможете наполнить ваш контент с качественными фотографиями в первую очередь, будете интересными, будете веселыми, живыми в первую очередь. Это будет привлекать подписчиков, потому что в первую очередь люди хотят понимать, что они общаются с живым человеком, у которого активная жизнь, и который активно пропагандирует свое видение, да. Вот, поэтому не забывайте об этом. Всегда-всегда используйте такие вот примочки, приложения, используйте гаджеты. Всевозможные, да, которые прилагают там, ну, прилагаются к вашему телефону. Абсолютно все используйте, не бойтесь, фотографируйте, улыбайтесь, эмоции в первую очередь, не забывайте. Я сегодня, надеюсь, дала вам полезную информацию, возможно, что-то новое, возможно, то, на чем нужно задуматься, да, в первую очередь. Поэтому, если у вас сейчас возникли какие-то вопросы дополнительные, я с удовольствием на них отвечу, можете задавать вопросы в чат. Курс на сегодня, да, мы уже с вами закончили по мобилографии, надеюсь, что он был вам очень интересным, всегда есть новое полезное, да, вы правы. На самом деле, когда курс готовился, очень многое узнаешь, и я для себя лично почерпнула очень много интересного, поэтому надеюсь, что у меня тоже будет качественный контент, в первую очередь. Жду от вас вопросы в чате обязательно, презентацию я вышлю на всех коллег, возможно, можно будет поделиться записью, опять-таки, в чатах, кто писал. Если необходима презентация, презентацию точно так же и выложу, можете использовать, использовать в своей ежедневной работе, опять-таки, если какие-то фишки хотите подчеркнуть. На сайте есть презентация, это вопрос, я так не поняла, на сайте есть презентация. Нет, на сайте презентации нет, презентацию я могу вам выслать, если вам необходимо. Я еще раз повторюсь, разошла на всех коллег, при возможности вы можете запросить, либо в региональных чатах мы повыкладываем эту презентацию, вы сможете ее использовать в своей работе. Так, жду вопросы. Вопрос, где можно найти записи двух предыдущих вебинаров? Так, Павел, записи двух предыдущих вебинаров у меня есть, могу вам выслать. Так, выбивала, три раза очень нужно послушать. Да, записи будут, в любом случае я тоже выложу ссылку на запись вебинара обязательно, так что вы сможете просмотреть его, прослушать еще раз, что-то для себя записать, поделиться с командой, если у кого-то не получилось, потому что у нас сейчас время отпусков, люди отдыхают, загорают, у всех есть возможность доступа, да, подключиться, поэтому делитесь обязательно. Так, я смотрю, матросов нет вопросов. Предыдущие записи, я смотрю, просят в основном. Да, предыдущие записи были по съемке видео, по Фейсбуку были. Так, каких чатах смотреть? Мария, смотрите, есть региональные чаты, есть общие чаты, я уверена, что мы выложим все в общих чатах, чтобы у всех был доступ абсолютно, и сегодняшний, да, и сегодняшний мы тоже выложим, обязательно. Я правильно вас поняла, что у вас интересует сегодняшний вебинар, запись и предыдущий, да, мы все выложим, презентации точно так же можно будет все скачать. Можете запросить у, так же у вашего АТСМА. Так, я так понимаю, что вопросов у вас нет. Я рада, что вам понравился вебинар. Отзывы хорошие, это радует. Спасибо всем тем, кто подключился, следите за нашими новостями, следите за рассылками, подключайтесь на наш чат в Телеграме, официальный канал Арифлейм, там всегда выкладывается вся необходимая информация, даже презентацию можно будет просмотреть, записи видео можете посмотреть, у ваших АТСМА вы можете запросить видео точно так же. Подключайтесь к нам, подключайтесь, следите за новостями, следите за рассылкой на электронную почту, обязательно проверяйте, потому что мы точно так же отправляем новостную рассылку на электронку, проверяйте, следите. Но еще раз повторю, что наши вебинары по курсу онлайн-навыки успешного лидера проводятся каждую вторую неделю каталога, вот, поэтому всегда подключайтесь во вторник, в 16.00, вы всегда попадете на интересную тему, в первую очередь для того, чтобы развивать себя, в первую очередь свои навыки.